Здравствуйте! Я Владимир Доронин, Татьяна Веденеева. Это одна из наших самых популярных и элегантных телеведущих центрального телевидения. Советские дети помнят ее по передачам «Спокойной ночи, малыши», «Гостях у сказки», «Будильник», но взрослые телезрители по программам «Утро», «Песни года» и многим-многим других. Она актриса, выпускница актерского факультета ГИТИСа, начала сниматься в кино уже на первом курсе, и в те годы мы ее запомнили в фильме «Сержант милиции» и в телевизионном фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». После окончания института некоторое время служила в театре имени Маяковского. А потом на долгие годы ушла на телевидение. В трудные 90-е годы жила и работала во Франции, а в 2000 году вернулась в Россию и на телевидение. В настоящее время играет в театре «Школа современной пьесы». Татьяна Вениаминова – человек с активной гражданской позицией. И с некоторыми ее высказываниями мы сейчас и познакомимся. О мужчинах и женщинах. Говорят, женщина интересна своим прошлым, а мужчина – своим будущим. Во многом это справедливо. С этим утверждением можно согласиться на все 100%, потому что женщина с прошлым – это не ребенок. Это опытная женщина, знает что, где, почем, почему и зачем. Это тыл и опора. И уж она-то определит себя, мужчину, с будущим. Две категории женщин. Вообще все женщины делятся на две категории. Одни висят у мужчин как гири на ногах. И бросить жалко, потому что дети уже пошли. Но и взлететь они не дают. А других бросить никак невозможно, потому что они дают своим мужьям крылья. Часто за очень знаменитыми и успешными мужчинами стоят маленькие, но сильные женщины. Таких женщин никогда не оставляют. Женщина, которая дает мужчине крылья – это находка, это удача. И глупо было бы бросить такую женщину. Когда много думают о своей красоте. Когда женщина слишком много думает о своей красоте, у нее становятся очень глупые глаза. Она входит в помещение и думает, что все мужчины должны тоже уронить челюсть на стол, а они почему-то не роняют. И у женщины непонимание в глазах. Очень правдивые наблюдения Татьяны Вениаминовны, нередко встречающиеся. Рецепт красоты Единственный рецепт красоты, который я знаю – быть молодой в душе. Тогда и глаза будут блестеть, и всегда будешь хорошо выглядеть. А быть молодым в душе – это значит не ощущать свой биологический возраст, отпускать обиды и прочие негативные моменты, и жить сегодняшним днем. И тогда все будет как надо. Счастье Такую зависть знаю хорошо. На этом все. Не забывайте оценивать и писать комментарии. А кто подписался – до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!